Продолжаем движение. Вторая серия. Вторая серия. Первый день. Поехали. Вторая серия. Вторая серия. Вторая серия. Движение нормальное. Солнце справа. Солнце справа пока не светит. Продолжаем движение. Вторая серия. Движение нормальное. Движение нормальное. Движение нормальное. Откачал колеса. Движение... Должен сказать, что на этом участке достаточное количество заправочных станций Качество бензина, я думаю, везде одинаковое Но разница в цене достигает 4 с лишним рублей На 15-м канале слышна информация Если ЛЗС покупает и продает топливо, я там не останавливаюсь, там не соправляюсь По боевым причинам, что топливо может быть некачественным Проверять его никто не проверяет Рисковать По таким заправкам не хочу Вам не советую Поехал несколько Приличного внешнего вида моделей Территория заасфальтирована Рядом с моделем находятся автозаправочные станции Мини-магазины Мойки Ну и так далее На Площадке Ты не заезжал Буфет Не проверял Приличный На 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 Шашлыки и так далее. Там не останавливаясь, имея горький опыт о прошлом годах, когда, закусив на таких кафе, долго мучился сжогой. А сжоги здорово помогает и спасает. Так, что там такое на дороге, ДТП что ли? Так, какая-то поломка у больших грузов. Ну тут уже техпомощь. Кстати, трасса М4 Дон выгодно отличается от некоторых других трасс в России федерального значения, что здесь много объявлений о том, что дежурит аварийный комиссар, эвакуатор, ну и любая другая помощь необходимая на трассе. Тут может быть оказано. Частенько освещаются скалбики с надписью SOS. То есть, наверное, можно подойти, нажать кнопку и помощь по этому адресу прибудет. Трасса контролируется системами стационарного и предмешного видеоконтроля. Кроме того, на трассе заметил автомобиль ДТС. Думаю, что наблюдение ведется как классная, на светах автомобиля так и негласная. Скорость на трассе М4 на крайней мере на Воронеже ограничена 110 километрами. Как я уже говорил, в первой серии была пола достаточно хорошая, я бы сказал отличная, местами хорошая. Колейности пока не видел, но заплатки, выщербинки на дороге не имеются. Несколько дорожных бригад работает на трассе. Строят, ремонтируют, красят, убирают. Достаточное количество мест для кратковременного отдыха на трассе. Там есть эстакады, гребки от солнца, от дождя, от снега. Туалеты. Ну, места, приятно, приятно, что появляются такие места, что можно поехать и проста. Уставшие не ехать к мотелю где-то, а просто на трассе отдохнуть. Туалеты. Туалеты. Как двигаться на трассе. Которая работает радар за терпи. Говорит о том, что где-то спрятана камера. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 57 – это от 4 до Хабаровска, 58 – от трассы Амур до Якутска, расскажите, где ничего не нахудал. Первая серия движений была, когда небо было затянуто тучами, а сейчас тучи разошлись, разберились, появилось солнце, светит с правой стороны. Ну, это уже хорошо, что не в глаза. Я, наверное, буду повторяться, то, что говорил в первой серии, сейчас во второй, да и в последующем, что стартовать, стартую не доставить по времени как можно раньше, но как обычный, обычный рабочий день. Обычный день. Восколько проснулся, спорвался и потихоньку поехал. Желательно, конечно, из Москвы выехать до обеда, когда автомобильный поток движется из области в центр. Из центра в область, здесь движение более-менее свободное. Кроме того, опасность касать ДТП, серьезная, выехал рано утром. Я думаю, повышается, потому что можно встретить водителя на встречной полосе. Я тоже ехал всю ночь, и вот время в 4-5 часов самое такое располагающее для сна застает его в пути. Много было случаев, когда в такое время, особенно на семерке, на трассе в 7, были лобовые столкновения с очень серьезными последствиями. Поэтому я не делаю из перегона какого-то сверху непонятного сложного задания. Я просто, как обычный рабочий день. Насколько проснулся, встал нормально, помылся и в 1-0 подронулся. И к тому же, если рано встать, то уверяю, что через несколько часов вас потянет в сон. Потому что организм не добрал конкурса сна. И это скажется на трассе, потому что ситуация такая монотонная, более-менее однообразная, и если нет музыки, то она провоцирует сон за рулем. Я музыку не включаю на той простой причине, что звук забивает мой разговор, мои комментарии. Ну, по крайней мере, как могу так, комментирую. Ну, а кому комментарий не в кайф, то звук можно убрать и наложить там любую-другую музыку. Это работает сигнал, установленный на навигаторе, и о том, что я превысил допустимую сам себе установленную скорость. Двигаться стараюсь со скоростью 80-90 км в час, потому что это самый экономичный режим движения, самый экономный расход топлива. Плюс ко всему запас скорости на международе никогда не помешает. Средняя скорость у меня получается 80-85 км в час в течение дня, я имею в виду. Я смотрю по прибору, сколько расходуется на огне, и получается, что расход бензина у меня порядка 6-6 литров на 100 км. Я замерял одно время, пробовал расход бензина, это в прошлые годы, на скорости 140-160-180. Так вот, при скорости 180-160 расход бензина 6-8 раз выше. То есть бензин расходуется неимоверно. Поэтому я выбрал оптимальный скоростной режим 80-90. Я рекомендую всем тем, кто отправляется в дальнюю поездку. В дальней поездке Москва в Сочи назвать трудно. Продолжение следует... Всего 1600 км. Вот расстояние там до Новосибирска... Красноярска... Куркутска... Там до Хабаровска. Это важно. Наблюдать обычный режим. Обычный режим. Потому что вы пресекаете часовые пояса. И нужно ориентироваться не на часы на руке, которые показывают московское время, а на часы с местным временем. С счетом часовых поясов. Для этой цели я таскаю с собой... поездку. Еще такой из него... Двигаясь на восток... От средней... Восток в центральной части России, на Москвы, от Питера... Просто нужно иметь в виду, что пересекая часовой поезд, вы сокращаете часовой день. То есть в сумерке темнота наступит раньше, нежели... Вы... Ориентироваться по московскому времени. И наоборот. Двигаясь, например, от Хабаровска, в западную часть России, вам на световой час добавляется. То есть вы можете находиться в движении не 8-9 часов, а 10-11, например. В первой серии я... немножко рассказал... На местах... Пивала... В частности, я отметил... Очень хорошее... Место для ночевки... На Голосской области. Мотель называется... Тович. Замечательное место. Я вам скажу, что это... Одно из лучших... Если не самое лучшее место в России. Есть еще очень хорошее место. Это мы, поверьте, только буду вспоминать. Я об этом буду говорить. Вот сейчас пришло добавить... Хорошее место... Мотель. Называется... Наш Дворик. Находится он между Иркутском и Красноярском. Примерно... В двухстах километров точно не помню. Под Иркутском, в сторону Красноярска. Называется Наш Дворик. Очень... Вкусно, прилично готовят. Цены... Низкие... Классная... Состоянка... Ваня... Стиральная машина... Там постирать можно, конечно, свое... Делье... Душ... И купить можно все, что пожелаете. И... Это Крыльевская область. Все, что пожелаете, можете купить. То же самое можно все приобрести. Все абсолютно... Кафе... Кафе Уют. Кафе Уют. Привал. Пусть называется Кафе Уют. Или Мотель Уют. Мотель Твисемерки. Ну, там несколько... Вот таких... Мест... Они в одном месте все скульникованы. Это примерно... 200 километров от... Новосибирска... На запад. Ну, то есть в сторону Москвы. Заправляюсь... Обычно на заправках, которые называют доверие. Ярость, что ты пошел к Ростам, да? Не понял. Ростамка, не ты пошел к Ярость? Постоянно прослушиваю эфир пятнадцатого каналу. Там очень часто проходит информация, что на такой-то заправке куплю, продам топливо. То есть топливо там покупается у проезжающих мимо больших грузов. Без проверки качества. Соответственно, продается то, что купили. Купи-продай, я называю его. Доверие такие заправки. Даже брендовые. Лукойл, Газпромни. Ну, и ТНГ. То есть марка бренда не имеет значения. Дать гарантию, что там не мешает это топливо. Вот тем, которое приходит мимо централизованно, в гарантии дать никто не может. Поэтому такие места я стараюсь разбегать. Но заправляюсь, стараюсь, по крайней мере, заправляться там, где пользуются местные жители. А болит имя. Они тоже... Они своими... Они знают, какие у них заправки. Но это заправляться не стоит. Лучше пусть не дольют немного, чем заправят на спиной мочой. А еще и... Да еще и берут. За 3 на 4 рубля дороже, чем другие. Вот, например, сегодня, от Москвы до настоящего момента, я вот про аудиторию выложка автозаправочной станции. Цена топлива колеблется. Разница в цене до 4 до 5 рублей за литр. Разница. Один и тот же бензин, а разница до 5 рублей. На каждой брендовой заправке АЗС есть мини-маркеты. Там можно купить нормальную незамерзайку. Жидкости там, масло. Ну, все, что необходимо. Все, что может вам понадобиться. Дороги. Соки. Клинчики, пирожки. Вот, вам разогреют их. И лучше, видите, предоставят. Но цены, говорю, там повыше, чем в других местах. На брендовых заправках можно бесплатно воспользоваться. Туалетным помещением со спиром. Вот начинают появляться придорожные торговцы. Грибы, яблоки и так далее. То есть чем богат с края, тем и продают. То и продают. Так, что такое? Мошенники? А, нет. Где-то торгуют. Грибы. 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 Грибами, короче. Маринованными. Так, вот опять предлагает тридорожный знак. Платный бездорожный знак. Вот сейчас мы слышали, на лукой ли куплю топливо. Где гарантия, что это топливо, которое он купит? Не контрафак какой-нибудь, не ослиная моча. Вот вы сейчас сами реально это слышали. То есть вот на заправке, на заправках на трассе М4 до, сейчас скажу, какой километр. Можете заправляться, но с опаской. Не знаю, какой километр тут стоит. Вон, оплавный. Так, километр скажу. 416 километр от Москвы. Вот в аквайловской заправке. Тут торгуют, скупят, вынадут все, что хотите. И поэтому я в таких местах не заправляюсь. Не успеваешь платить за эти платные участки. Только что закатывал 120, а 5-5 тысяч рублей. 120 километров не проедешь. Ай, что вы здесь? 80 рублей. 80 рублей. Отдам мелочь. Не мелочь, то, что мне надавали монет. Ай, что вы здесь? Поехали. Сушим с рублей. Блин, в копеечку обойдется мне этот серебан. Это чтобы вы имели представление о тех поборах на дороге, которые организовали наши дорожные руководители. Вот сразу за этим пунктом оплаты стоит заправка от АЗС «Лукбойл». Вот здесь торгуют бодяжным топливом. Не знаю, бодяжный или нет, судить не буду. Но, по крайней мере, если покупают у проезжающих флор, то о качестве говорить не приходится. Конечно, они покупают этот полуразбавленный, а потом заливают в эти общие емкости хорошим топливом. Поэтому отправляюсь в дальнюю поездку. Просто не поленитесь купить радиостанцию, застроить на 15-й канал, и вы будете в курсе всех событий. Все, что творится на трассе. Я не занимаюсь рекламой, не занимаюсь торговлей радиостанцией, но скажу, что это у меня вторая радиостанция. Автомобильная, карманная, называемая «Ролан-42». До этого у меня была радиостанция «Престиж», она и частая, но это автационарная. Ее будут автационарно закрывать в автомобиле. Блин. Скорость, что ли? 110. Фотофиксация. А будем ехать со скоростью снова. За бортом 0 градусов. Время московское. 17 часов. Сколько еще нужно проехать? 1 час, 1,5. Будем ехать двигаться, пока не стемнеет. Довожу до вашего зрения, уважаемые подписчики, что видео реальное, аудио реальное. Если иногда будет проскакивать не тормотивная лептика, не вернитесь. В начале каждого ролика я буду, в начале каждой серии я буду ставить знак запрещения 18+. В начале следующей серии я буду ставить О, проехали сколько? Вышел в канале Борис Мессер, а вас выбирают, что не вас выбирает. Я не слышал, что не разогнал, что он сказал. Так, Роснефть. Цены средние проспекты. Подсолнух Роснефть. Цены не самые низкие, не самые высокие. Ниже, чем... Роснефть не задавал, что с обедом нового пираля. Вот идет диалог, про сайтов уплатили. Похужел там, да? А, заход он сейчас в путь мою, разровняйся. На ней можно, что-то, где-то, 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 где-то. А, заход он сейчас, где-то, где-то, где-то. Кей-то. Кей-то. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...